В Магаданской областной думе депутаты приняли бюджет на 2021 год. Доходы предложили увеличить до почти 48 миллиардов рублей. Объем безвозмездных поступлений из федеральной казны станет больше – 12,5 миллиардов рублей. Расходы тоже предложили увеличить. А дефицит областного бюджета планируют сократить до 935 миллионов. А это 3,2% от общего объема доходов. Один из главных источников бюджета региона – налоги. Налоговые доходы в 2021 году составят 25,5 миллиардов рублей. А также основными остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль, НДПИ и налог на имущество организации. Безвозмездные поступления включены в тех объемах, которые нам были известны на дату формирования бюджета, в объеме 11,4 миллиардов рублей на 2021 год. Экономически 2020 год был неплохим, утверждают эксперты. И в 2021 год регион входит увереннее, отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Одной из главных целей сформированного бюджета Колымы он назвал – повышение уровня доходов населения. Заработная плата сотрудников должна быть защищенной. И главный вопрос следующего года, который волнует всех колымчан и работников бюджетной сферы, государственной службы. Я буквально в течение недели с этим достаточно активно сталкиваюсь. Это, конечно, уровень дохода и уровень зарплаты. И мы должны сделать, чтобы эти доходы были защищены. Знаменитое соотношение. Мы даже пошли вперед, может быть, сопережение. Это классика. 70% дохода гражданина должно быть гарантировано. Это твердая оплата труда. 70%. 30% премии на отбавки, переменная часть. То, что можно потерять, если присутствует субъективный фактор. Более 60% средств от общего объема расходов планируют выделить на финансирование социальной сферы, реализацию указов президента, софинансирование национальных проектов. Также на образование направят более 9 миллиардов рублей, а на здравоохранение – почти 6. Кроме того, предусмотрена индексация всех социальных выплат. Бюджет утвержден. Бюджет достаточно сбалансирован, хотя он сегодня и с дефицитом, если говорить по основным параметрам. Но мы выходили из наиболее реалистичных показателей. У нас есть расчеты и планы, что объем бюджета по доходам в течение бюджетного года будет меняться и в сторону увеличения. И тому пример – это как раз бюджет 2020 года, где мы начали бюджетный год с 37 миллиардов рублей общих доходов, а вышли на 46 миллиардов рублей. По словам Сергея Абрамова, прирост доходов должен быть и по добыче золота, потому что цена на драгоценный металл держится стабильно. Депутаты практически единогласно приняли бюджет Магаданской области на 2021 год.